Промежуточный мозг диэнцефалин. Промежуточный мозг развивается из переднего мозга, который существует на стадии трех мозговых пузырей, из прозэнцефалин. И он не существует как отдельная цельная структура, как например средний мозг. Промежуточный мозг является комплексом из разных частей, разных структур. К промежуточному мозгу относятся таламус, гипоталамус, метаталамус, эпиталамус и субталамическая область или субталамус. Собственно таламус. Таламус это образование овоидной формы, которая имеет действительно в форме, он похож на яйцо. И чтобы его увидеть, нужно отбрезать затылочные и теменные доли конечного мозга, так как они разрастают, скрывают под собой в принципе весь промежуточный мозг. Поэтому он находится в промежуточном мозге, довольно глубоко внутри полушарии. Итак, у него имеется передний бугорок, там Туберкулем онтериус, и задняя более расширенная часть, которая называется пульвинар, подушка. В ней конкретно и находятся ядра, которые являются подкорковыми центрами зрения, поэтому таламусом и называются еще зрительный бугор. У самого таламуса есть верхняя, нижняя, латеральная, медиальная поверхность, однако лицезреть мы можем только верхнюю и медиальную, так как латеральная и нижняя поверхность таламуса, она сращена с тканью затылочных долей конечного мозга, то есть он там плавно переходит aldивененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен Она и является латеральной стенкой третьего желудочка. На ней можно увидеть адгезию интерталямика. Это межталамическое слепание, посредством которого соединяются правый и левый таламусы. Из чего же состоит таламус внутри? В таламусе выделяют большое количество ядер. Около 50 или 60 ядер на данный момент выделяют. У них у всех есть названия, однако учить их все смысла нет. Нам важны хотя бы группы. Группы ядер таламуса. Группы выделяют основных четыре. Это передние, соответственно, нуклеи антериорос, медиальные или дорсомедиальные, нуклеи дорзомедиалис, вентральные нуклеи, вентралис или латеральные. И ядра подушки, то есть пульвинарные ядра, нуклеи дорзалис или пульвинарис. Эти все просто четыре группы ядер, они принципиально связаны с разными центрами. Так же самое еще выделяют центральные ядра. Ядры нуклеи централис, они идут внутри вот этой мозговой, внутренней мозговой полоски. Стрея интерна медиулярис, которая делит как раз таламус на эти части. Однако они являются не специфическими, не связаны с корой. Все остальные ядра связаны с корой головного мозга, конечного мозга. Собственно таламус является подкорковым центром всей чувствительности, кроме разве что слуха. То есть в таламусе происходит первичная обработка всей чувствительной информации. И после нее она уже идет дальше, в кору, в корковый анализатор. Итак, ядра таламуса. Самую большую популяцию ядер составляют именно вентральные ядра. И латеральные, и вентральные, так как они, ну их хоть и снизу находятся, но это та часть, которая смотрит в сторону брюха, поэтому вентральная часть таламуса и вентральные ядра таламуса. Там выделят их большое количество. И задние, медиальные, задние, латеральные, вентральные, промежуточные, и передние, просто латеральные. Большое количество. Но смысл в том, что именно в эти ядра как раз приходит вся чувствительная информация от медиальной петли. Это лимискус медиарис, где заканчивается медиальная петля, а также волокна, в составе которой идут волокна. И про прицептивную чувствительность, и тактильное болевое, и температурное, а также присоединяются еще волокна чувствительные от тройничного нерва. Вся эта информация чувствительная, она приходит в эти ядра. Тут она обрабатывается, и затем уже поламокортикальные волокна идут в ковриковый анализатор, это уже в постцентральную зверь. Там эта информация уже ощущается, осознается вами. Также вентральные передние ядра, видите, связаны с базальными определенными ядрами. Передние, антериоры с талами, передние ядра, как видите, они связаны, получают афференты из сосцевидного тела. Это уже часть гипоталамуса, и корпус вискового жеркозма мемелярия. И между ними идет вот этот пучок, он называется фасцикулес мамириоталямикус, или по автору пучок вигдозира. Передние ядра таламуса, соответственно, получают эту информацию, которая является, там идет и обонятельная информация, и сосцевидные тела. Этот пучок является частью лимбической системы, которая отвечает за формирование эмоций, а также участвует в процессах памяти кратковременно. То есть передние ядра участвуют в этом, а также их афференты идут, расходятся в префронтальную кору, в лобные доли, в их медиальную поверхность, конкретно вот в поясную звилину. И таким самым образом осуществляется интеграция вашей осознанной деятельности с памятью и с эмоциями. Также здесь отображены эти центральные ядра, видите, они с корой не связаны, связаны с подкорковыми структурами, с базальными ядрами, с ретикулинарной формацией, а также с бумажечком. Медиальные, медиальные дерзальные ядра, норзомедиальные ядра, к ним, видите, идет информация с гипоталамуса, а также они связаны с лобными долями. Также предфронтальная король, латеральные ядра, вот они связаны тоже с постцентральной, это все чувствительность. И задняя группа ядер, та самая подушка, пульвинар, они связаны, как видите, подушка и латеральное корень, считает тело, являются подкорковыми центрами зрения. Соответственно, здесь происходит первичная обработка и затем идет в кору, конкретно вдоль шпорной борозды, затылочная доля, это сюда идет, здесь идет корковый центр зрения, тут оно обрабатывается. А также часть информации перенаправляется в заднюю часть верхней височной доли, тут, где находится кросс-центр чтения, анализ, зрительный анализ письменной речи. По таламусу, пожалуй, и все. Затем, эпиталамус. К эпиталамусу относятся структуры, которые вам уже знакомы, это эпифиз, шковидное дело тела до корпуса пениали, а также, что нового сталамуса, та самая стрия медулярис, она продолжается назад в так называемый поводок, габенуля. Поводок, который справа и слева соединяется над эпифизом и формирует спайку, комиссура габенуляром. А расширяясь, он идет назад, расширяется, формирует треугольник, соответственно, треугольным, вот эта часть треугольного габенуляра. Сам эпифиз относится к эндокринной системе, шковидное тело, которое вырабатывает ряд гормонов, среди прочих, выделяет серотонин и мелатонин. Метаталямус. К метаталямусу относятся также известные вам коленчатые тела. Коленчатые латеральные и медиальные тела, корпусы гинекулятного латерали и корпусы гинекулятного медиали, которые медиальные связаны с плечиком нижнего холмика, с нижним холмиком, с четверохолмой, с средним мозгом, а латеральные связаны через плечико с верхним холмиком, с четверохолмой. И они являются, соответственно, латерально подкорковым центром зрения вместе с верхним холмиком, Ромаем идеальное под горком центром слуха вместе с нижними холмиками, четверохолмами среднего мозга. Гипоталамус. Гипоталамус это комплекс структур, который находится в нижней части, ниже таламуса. К нему относятся вот эти структуры спереди от среднего мозга. Туда относятся сосцилинное тело, корпоромомилярия. Туда относятся сиры бугор, туберценереум, лейка, инфундиболиум, хиазмооптикум, зрительный перекрест, а также гипофиз, который висит, грубо говоря, висит на этой лейке. Итак, на сагитальном срезе оно имеет такой вид. И в гипоталамусе находится большое количество ядер. Гипоталамус это является самым центром подкорки. В гипоталамусе осуществляется высшая обработка всей информации и высший контроль всей нейроэндокринной системы. Именно в гипоталамусе находятся центры, отвечающие за первичные, первобытные инстинкты. Там находится центр голода, центр насыщения, центр удовольствия, центр сна, центр полового влечения и так далее. Все возможные центры, которые стимулируют, влияют на поведение человека. Также там выделяют определенные ядра, которые являются ядрами, в основном большая часть которых относятся к нейроэндокринной системе, которую мы уже частично касались. Итак, какие же ядра есть в гипоталамусе? Как вы видите, в гипоталамусе в основном выделяют три группы ядер. Переднюю группу, среднюю и заднюю. К передней группе относятся известные вам паравентрикулярные и супраоптические ядры. Нуклюс паравентрикулярис и нуклюс супраоптикус или супрахиазмальный, на перекреслом находятся зрительно. Эти ядра, они относятся к нейроэндокринной системе, конкретно они участвуют в продукции тех самых окситоцин и вазопресина, отростки которых идут через лейку, через инфундиблиум, в нейрогипофиз и транспортируют сюда окситоцин и вазопресин, которые там уже выделяются в кровь. К средней ядра, к средним ядрам относятся, к средней группе ядер относятся ядра медиальные, вентра и дорсомедиальные ядра, гипоталамусы. Нуклюс вентромедиалис и дорсомедиалис. А также ядро лейки, вот здесь почему-то не изобразили, нуклюс инфундибулярис. И нуклюс туберцинерей, вот здесь собственно в проекции серого бугра будет ядро серого бугра. Может на другом изображении, но и есть. Эти ядра, которые в основном как раз и являются и продуцируют те самые релизинг факторы и статины. Либерины и статины, которые вот они транспортируются в лейку, попадают в систему вартикозных вен, которые, гипоталамогипофизарная система, и транспортируются в аденогипофиз и там уже они влияют, усиливают или угнетают выработку соответствующих тропных гормонов. Это мы разбирали в контексте эндокринной системы. И задняя группа ядер. Задняя группа ядер это ядра, которые находятся в сосцевидном теле. Оно так и называется, нуклюс корпорис мамиллярис. И дорсальное ядро таламус, он называется нуклюс posteriore talium. Сосцевидное тело, как уже упоминалось, связано с передними ядрами таламуса, а также с него берет начало тот самый задний продольный пучок в сосцевидном теле, в дарзалисе. Само сосцевидное тело является частью лимбической системы, которая отвечает за формирование эмоций, а также с обонятельным мозгом и формированием кратковременной памяти. И субталамус. Субталамус это область, которая находится между по сути гипоталамусом и таламусом. Вот здесь он проецируется, вот в эту область. Чтобы ее увидеть, нужно сделать фронтальный срез на уровне, где-то чуть сзади от грязи интерталамика, от этого самого межталамического сращения, вот здесь. И вот на этом уровне произведен вот он срез, и вот они таламусы, и вот под ними, вот это и есть субталамическая область. В этой субталамической области есть много разных структур. Во-первых, там есть скопление серого вещества и прослойки белого. Скопление серого вещества первое называется зона инсерта, или так называемая неопознанная зона. Под ней находится нуклиус субталамикус, или люисовое ядро, по автору он называется. Между ними находятся прослойки белого вещества, вот так называемые поля форреля H1 и H2. Вот в этих местах как раз и проходят волокна, связующие базальные ядра с вентральными и медиальными, в основном вентральными ядрами таламуса. Между зоной инсерта и люисовым ядром проходит фасыкулюс лентикулярис. И вот конкретно от бледного шара, в зоне форреля H2, проходит как раз этот фасыкулюс лентикулярис. Он загибается и идет в таламус. Ниже люисового ядра проходит так называемый ансес лентикулярис. Петля чечевицеобразная, которая идет тоже частично даже в медиальные ядра таламуса. Это связь базальных ядер с таламусом. И при повреждении красоты субталамийской области нарушаются эти связи, что проявляются гемеболизмом. Это размашистые непроизвольные движения. Причем практически всего тела. Сотрясается все тело у человека непроизвольно. И собственно полость. Полостью промежуточного мозга является третий желудочек в антриколис тертиус. Его можно увидеть на сагитальном разрезе. Вот он в антриколис тертиус. У него имеются стенки боковые, то есть латеральные, верхние, нижние, передние, задние. Он не парный, поэтому никакой медиальной стенки нет. Боковые. Боковые стенки третьего желудочка являются медиальным, например, таламусом. Верхняя стенка третьего желудочка выполнена телеохорридой. Соответственно и там же находится плекус хорридус, то есть там тоже есть сосудистое сплетение. Нижняя стенка третьего желудочка, это и есть структура гипоталамуса. Спереди третий желудочек ограничен терминальной пластинкой, ляминной терминалис, комиссура антериор передней спайкой, а также столбами свода, колюнофорнцем, чуть позже пройдем, что такое свод и передней спайкой. И сзади он формирован тоже ограничен двумя спайками. Комиссура габануляру и комиссура пост-стерео. Это стенки. Там также находится ликвар, третий желудочек через водопровод соединяя, сообщается с четвертым. И также через межжелудочковое отверстие сообщается с боковыми. Между передним столбом свода и передним бугорком талануса находятся отверстия. Вот оно. Называется форамон интервентрикуляры или отверстие Монро. Но не той Монро, которая Мэрилин, Александр Монро был такой анатом. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. И до новых встреч. Продолжение следует...